Привет всем! С вами Audio Insights от Юрия Курзунова, основателя Audio File Inventory, разработчика программы оптимизации аудиофайлов для Hi-Fi и Hi-N-систем Ауи Конвертер. И сегодня мы погружаемся в святая святых. Как ваш любимый трек, будь то DSD или Hi-Res PCM, добирается до ЦАПа? И почему этот пуль полон скрытых ловушек? Мы знаем, что качество звука зависит не только от файла, но и от протокола и интерфейса, то есть от дороги. Для нас аулеофилов и взыскательных меломанов в отдете от массового рынка. Борьба за частоту доставки – это просто необходимость. Прежде чем говорить о технических сложностях, давай объясним слушателям, почему мы вообще обсуждаем кабели и протоколы, а не сами ЦАПы. Привет! Причина проста. Цифровой звук – это не аналоговая волна, это данные. И эти данные должны быть доставлены на ЦАП в идеальной форме и вовремя. Любая помеха, любая ошибка синхронизации по пути, и наш идеальный файл превращается в грязный звук. Или дело вообще не доходит до звука, если ошибки серьезные. Поэтому в Hi-Fi мы одержимы частотой доставки. Сразу к делу. Чтобы наши зрители могли ориентироваться в своем оборудовании, давай быстро обозначим четыре главных игрока на поле интерфейсов и их лимиты. Это наша шпаргалка на весь подкаст. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Это полезная шпаргалка. SP-DIF и TOS-LINK оптика. Ограничены примерно 24 бит на 192 кГц для PCM. Стоит отметить, что не все устройства реализуют этот максимум. Некоторые ограничены 96 кГц. DSD они пропускают только в режиме DOP. И, как правило, не выше DSD-64. Это потолок для этих стандартов в бытовом Hi-Fi. Давай следующий. HDMI ARC и EARC. Решение для кинотеатра. И ARC способен передавать и высококачественный PCM до 192 кГц на 24 бита, но обычно используется для видео-аудио-трафика, не для Hi-Fi ЦАПов. USB Audio Class 2.0 и i2s. Чемпионы для Hi-Fi. Они обладают самой широкой пропускной способностью, позволяя работать с 32-битной на 768 кГц PCM и Native DSD до DSD-512 и даже DSD-1024. i2s – это интерфейс уровня микросхем, а не потребительский стандарт. Поэтому он используется внутри устройств, например, между USB-интерфейсом и ЦАПом. USB Audio Class 2.0 официально ограничен до 32-битной на 384 кГц PCM. Но драйверы и прошивки, особенно в асинхронных ЦАПах, могут позволять и 768 кГц. А что насчет DSD? Его передавать можно? DSD-512 и DSD-1024 возможны при вендор-специфик – нестандартных расширениях. Стоит отметить, что это не часть официального стандарта. Но есть же еще и USB 3.0. Что о нем скажешь? USB Audio Class 3.0 – это спецификация, ориентированная на энергоэффективность и мобильные устройства. Смартфоны, гарнитуры, ноутбуки, беспроводные док-станции. Она появилась и вместе с USB 3.X и USB-C. Но не обязана использовать синие порты или большие скорости передачи данных. UAC 3.0 не ориентирован на Hi-Fi аудио, а на бытовое и мобильное аудио. Поддержка форматов PCM обычно до 24-бит на 192 кГц, реже выше. DSD официально не поддерживается. Многие Hi-Fi ЦАПы по-прежнему используют UAC 2, так как он стабильнее для высоких разрешений и имеет драйверную поддержку в macOS, Linux и Windows. Потрясающе! То есть, выбирая кабель, мы выбираем не только разъем, но и максимальное качество звука, которое мы можем получить. Давай начнем с самого распространенного – компромисса удобства – HDMI ARC. Возможно, вы, друзья, слышали об HDMI ARC. Это круто, потому что нужен всего один кабель для соединения телевизора и ресивера. Но это же не про Hi-Fi, верно? Абсолютно верно. HDMI ARC или Audio Return Channel – канал возврата аудио – это гениальное решение для удобства. Он позволяет по одному кабелю передавать видео с ресивера на ТВ и возвращать звук с ТВ на ресивер. Но ARC имеет низкую пропускную способность. Он ограничен простыми форматами типа PCM-стерео с разрешением до 24 бит на 48 кГц. Хотя некоторые устройства могут поддерживать 192 кГц по ARC, это не является стандартом, и ограничение в 48 кГц часто встречается на практике, что делает его непригодным для Hi-Res аудио. Что еще можно передавать по HDMI ARC? Сарраунд звук? Dolby Digital 5.1. Этот формат является многоканальным сжатым – Lossi. Его разрешение измеряется не в битности частоте дискретизации, а в количестве каналов – 5.1. И битрейте – обычно до 640 кБит в секунду, чаще – 448 кБит в секунду. Dolby Digital передается по ARC, поскольку его битрейт достаточно низок для низкоскоростного канала. ARC не пропустит самые объемные по данным форматы, как Dolby TrueHD или DSD. Для этого нужен его старший брат ERC Enhanced Arc, который специально разработан для передачи несжатых многоканальных потоков, таких как Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio, поддерживающих до 24 бит на 192 кГц, или вообще отдельное USB-соединение для DSD. Хорошо, HDMI ARC – это компромисс удобства. Но, переходя к нашим следующим форматам, давай объясним, почему у них такие разные требования к дорогам для аудиосигналов. Что такое, собственно, PCM и DSD, и почему они так отличаются? Это ключевой момент. Мы имеем дело с двумя разными цифровыми языками. PCM – это самый распространенный способ хранения звука. Представьте, что это как грузовой поезд. Это амплитудная модуляция, которая перевозит большие, мнадобитные контейнеры, отсчеты, содержащие информацию о точной амплитуде сигнала. Чем больше битность, 24-32, тем точнее контейнер. Чем выше частота, 96-192 тысячи раз в секунду, тем чаще эти контейнеры отправляются. А вот DSD – это совершенно другой вид транспорта. Он не хранит точную амплитуду, он фиксирует только изменения амплитуды, используя всего один бит за раз. Это, скорее, очень быстрый, непрерывный поток битов на сверхвысокой частоте дискретизации – 64-128 или более раз выше, чем у CD. Это как тонкая, но невероятно быстрая река, где важна не столько ширина, сколько непрерывность и скорость. Скорость и непрерывность – это и есть ключ к Native DSD. Расскажи, в чем его частота и почему он так ценится? И сразу объясни, как в таком сверхбыстром однобитном потоке ЦАП различают каналы. Native DSD – это как перевозка ценного груза без переупаковки. Мы хотим, чтобы этот сверхскоростной поток битов достиг чипа ЦАП без преобразований. Если источник – это твой компьютер, ты используешь USB-кабель и специальный драйвер типа ASIL на Windows или Core Audio Exclusive Mode на Mac. Эти режимы дают плееру эксклюзивное право на общение с ЦАПом, обходя все системные микшеры, которые могли бы испортить сигнал. А есть же еще и WASAPI-драйверы для музыки под Windows? Поддержка нативного Native DSD через WASAPI встречается гораздо реже и часто зависит от конкретной реализации драйверов от производителя ЦАП. В то время как ASIO исторически был создан для низколотентной прямой передачи и является стандартом де-факто для Native DSD на Windows, WASAPI больше фокусируется на современных архитектурах Windows. Что касается каналов, DSD-биты в транспортном потоке передаются чередованием. Последовательно идет бит левого канала, затем бит правого, снова левого, снова правого и так далее. Входной интерфейс устройства ЦАП, заранее настроенный драйвером на два канала, просто принимает этот побитовый пасьянс и направляет поток битов левого канала на один преобразователь в аналоговый сигнал, а биты правого канала на другой. Этот принцип чередования сохраняется и для многоканальных систем, например, 5.1. Значит, ASIO и Core Audio Exclusive Mode – это такие скоростные полосы для аудио, которые не дают другим приложениям влезть в трафик. Именно так. В отсутствие эксклюзивного режима – ASIO, Core Audio Exclusive Mode – DSD-поток вынужден проходить через системный микшер. Для внутренних операций микшер думает, что это не DSD, а PCM и разрушает сигнал. И вот здесь в игру вступает DOP – DSD over PCM. Расскажи о нем. Это уже не нейтив, но это компромисс. Как там каналы распределяются? Никаких компромиссов. Просто обходной путь. ДОП – это как переупаковка DSD в коробки, похожие на PCM. Чтобы пройти через старые интерфейсы типа SPDIF, представь, что ты берешь 16-битные DSD-данных и помещаешь их в 32-битный PCM-кадр. В верхний 8-бит ты вставляешь особый маркер, специальную последовательность цифр. ЦАП видит этот маркер и говорит – ага, это не PCM, это DSD. Упакованная в PCM-обертку. Он выбрасывает обертку и достает чистый DSD-поток. Если каналов много, кадры с DSD для каждого канала просто чередуются, не теряя информацию. Это хитрое решение, но по сохранности качества – равнозначная нейтив DSD. Хорошо, но даже с нейтив DSD и USB у нас остаются проблемы джиттера – микроскопических ошибок синхронизации. В ЦАПах есть FIFA-буфер для борьбы с этим. Зачем тогда нужны дорогие USB-I2S-конвертеры? Это квинтэссенция аудиофильской борьбы. FIFA-буфер – это спасение от джиттера на участке передачи данных от ПК. FIFA принимает грязный сигнал и считывает его сверхточным внутренним клоком. Но FIFA бессилен против шумопитания и наведенных помех, проникающих по USB или другому кабелю. Основная угроза – это электрический шум и наводки по земле входного кабеля, которые могут влиять на аналоговую часть и клоки уже внутри ЦАП. Ваш компьютер – это шумный электрический монстр, и этот шум влияет на частоту тактового генератора самого ЦАП. FIFA помогает отвязать внутренний клок ЦАП от асинхронных колебаний скорости потока USB или SPDIF, но не исправляет джиттер, уже попавший в запись. Мы можем улучшить ситуацию с джиттером при передаче через межблочный цифровой кабель. И это решают с помощью I2S – Inter-IC Sound. USB IS-2 конвертеры борются именно с этим. Они изолируют питание от компьютера и используют свои сверхточные генераторы – FEMTA-клоки – с джиттером в диапазоне FEMTA-секунд. Затем они передают давные на ЦАП по I2S кабелю. Важно помнить, I2S часто используют разъем HDMI, но он не совместим с обычным видео и аудио HDMI. Главное, I2S – это два отдельных чистых канала. Представьте, что USB кабель пытается передать и сам звуковой сигнал, то есть данные, и команду, когда именно этот сигнал считывать, то есть тактовый сигнал, по одному проводу, по одной жиле. Это заставляет ЦАП пытаться выделить команду синхронизации из общего потока данных. В этом процессе восстановления синхронизации неизбежно возникают микроошибки времени – тот самый джиттер. I2S решает это просто. Тактовый сигнал, мастер-клок, бит-клок идут по отдельной выделенной линии. Данные идут по другой. ЦАП получает данные и более качественный и неискаженный пульс для считывания. Это устраняет необходимость в сложной системе восстановления синхронизации. PLL – фазовая автоподстройка частоты, что резко снижает джиттер. Поэтому I2S – это must-have для систем, где частота звука имеет абсолютный приоритет. Потрясающе! Значит, настоящий хай-энд – это не только формат файла, но и частота дорог, по которым он путешествует. От HDMI ARC для удобства до Native DSD через I2S для бескомпромиссного качества. А сами файлы с высоким разрешением, их можно найти где-нибудь, чтобы попробовать? Как работают эти Hi-Res аудиоинтерфейсы? Да, можно скачать готовые, так и конвертировать ваши треки. Ссылки смотрите в описании. И помните, в мире цифрового аудио проблема может крыться не только в файлах, а в том, как вы их доставляете. Выбирайте протоколы передачи с умом. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями о Hi-Fi аудиоинтерфейсах и опытом в комментариях. Они помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал, и, если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречным! Субтитры создавал DimaTorzok